всем привет друзья меня зовут костик и этот костик сегодня сделал самый страшный самый зрелищный трюк которому совершенно не готовился и сейчас я расскажу поподробнее кстати забегаю вперед расскажу что этим трюком я выиграл первое место соревнования присаживайся поудобнее и погнали лайк вы уже поставили поэтому начнем с самого начала смотрите ежегодный шоу прорыв по проходит вот марте месяца обычно но в этом году по понятным причинам оно было отменено и зале нам попозже что перенесено дата была открыта и никто не знал никаких подробностей и вот ближе к концу года анонсировали соревнования все верно соревнования мы ждали шоу где все запланировано все просто приезжаешь катаешься уезжаешь а тут сказали что придется побороться и если ребят вы хотите выиграть денег то нужно будет рисковать так вот рассказы по порядку мы-то приехали в первый день был новый вылет сами представляете огромная арена пустые трибуны и вот у тебя стоит 14 метровый разгон который идет на новый вылет который выглядит ну слишком уж маленьким для такой огромной разгонки мы на него посмотрели ну говоря мы я имею ввиду себя сашу никульна остальных остальные кто не хотел смотреть не взяли велосипеды побежали туда кататься на этом самом троплинчике ну а мы сели посмотрели как они раскладываются а ты сейчас думаешь подняться прыгнули я хочу посмотреть привыкнуть хорош и смотрели мы на это часов восемь кстати видео об этом вы можете посмотреть на втором канале там очень подробненько все рассказано и показано 15 минут упора нашего профессионального взгляда хватило понять что вылет не не очень и пробовать даже не стоит но на следующий день все естественно исправить организаторы поменяли вылет сделали его более приятным более пологим более комфортным более подходящим к этому трамплину и вот тут он началась то жара мы приехали покатались не соврать наверное часа полтора и на этом все но я сделал 10 прыжков мне хватило встал на разгонку съехал первый трюк флип второй трюк был флип ноу-хэнд третий был флип флип потом флип флип фронт флип фронт вип кэш-ролл и тут я дошел до кэш-ролл ноу-хэнд честно говоря это был какой-то невероятный эксперимент для меня еще несколько лет назад я боялся съехать с этой разгонки я забрался наверх и такой не ребят сорян участвовать не будут года спустя естественно начал прыгать но начал очень сильно ссать делать трюки я делал флип флип мухэнд флип барна ну хоть но ничего сверх естественно никаких головокружительных трюков не было обычные стандартные относительно легкие базовые трюки но этот раз мне снесло крышу прямо основательно когда я сделал кэш-ролл я помню что все я разлочил это для себя и можно погибать можно делать что угодно и кэш-ролл был а тому доказательств охренеть просто охренеть как мне кажется тут мне помог мой опыт мой экспириенс двух подвесов там безумные хода огромный велосипед и прям всегда находишься напряжение и после вот того видоса помните где я прыгал 15 метров в другом это мостик а через какое-то озеро через что-то еще вот этот 14 метров разгонки и какой-то там пролет в 14 метров показался уже таким бытовым делом но в принципе к пачке я боялся ну да хода большие но и не такие больших на двух подвесе поэтому можно пробовать можно погибать так вот после этих 10 прыжков наступил день квалификации но это слишком простый что значит прыгнуть 10 раз потом пойти домой выспаться и прийти свежим на еще одну тренировку и потом не для меня мы с крестинка отправились на тусовку николай соболев пригласил нас на премьеру своего собственного клипа и мы там кутили часов наверное до 3 ночи было весело кристинка отжигал я спарел на нее и не пойму откуда столько сил мы пришли домой легли спать проспали все на прорыве нужно было быть 8 30 утра я думаю что я опоздал но это не точно хотя я сразу же финал я вчера обрадовали сказать что не нужно кататься в квалификации кайф я приезжаю туда мне говорят что кость через 20 минут мы начинаем я быстро одеваю защиту и спрашиваю будет ли раскатка мне говорят нет никакой раскатки сейчас будет два прыжка один из них зачет поэтому нужно сразу фигачить и такие же 20 дураков стоят 20 сколько у нас было может быть даже 30 или 40 которые там с 8 утра и они уже попрыгали раз по 20 и вот тут и как бы стою я человек который приехал не в 8 утра а в 4 я бы даже сказал уже вечера и вот я так надеваю защиту смотрю на их глаза мне становится страшно но я верю в себя ну ладно прокатит все хорошо я помню ощущения я хочу сделать кэшроу хочу сделать кэшроу на ухэ думаю ладно ничего страшного все хорошо я с этим справлюсь в 15 лет моего стажа 15 лет опыта меня не подведут заложить на стою жду попытки меня объявляют я начинаю ехать там найти там время так долго тянется прям пока есть думаешь а я точно не хочу сделать кэшроу а точно ли я уверен в том что я его сделал а может не стоит рисковать но и я твердо решил что буду делать и в момент когда я вылетаю нет кэшроу я чувствую сделать все правильно а значит можно отпустить руки я отпускаю руки и у меня получается увести кэшроу нохэ я так рад и знаете такие моменты когда ты у тебя получается как запланированный трюк ты прямо вот оживаешь у тебя прям такой спешл внутри тебя просыпается энергия безграничная как бы кажется что все тебе подвластно именно поэтому один крутой трюк у меня уже есть зачете кэшроу на ухэнд это неплохо это круто и в принципе да даже было достаточно чтобы попасть на подиум но я этого на тот момент еще не знал и я смотрел на ребят который пробует безумный трюк просто безумно я понимаю что нужно с этим делать я не хочу прыгнуть я здесь я потратил три дня своей жизни что от один день смотрел другой день 10 распрыгнул третий день мне нужно выиграть зал что думал она все хорошо я попробую первой своей жизни кэшроу тэлви то есть все то же самое нужно крутиться вперед закрутиться на градусы и при этом еще отпустить велосипед прикрутить тэлви то есть раму на 30 градусов круг своей оси поймать докрутить и все вот это вот приземлить увести я пробовал в про он то не буду врать несколько раз своей жизни и ни разу не было такого что я приземлял меня все время что-то происходило в полете выбрасывал велосипед и приземлялся отдельно от него или меня как-то там запутывался но тут вот я на этом спешли который словил свято верил в то что у меня все получится должно стою жду своей очереди все объявляют все съезжают все делать какие-то дичь просто невероятно дожидаясь подхожу к разгонке стою дома и дать этот момент когда ты вот так это стоишь так это смотришь на на зрители которые что-то ждут стоит человек который анонсирует твой съезд и вроде как бы готов но ты вроде понимаю что это блин не только мысли в голове это реальности 10 сейчас плюс поехать и сделать запланированный трюк я встаю думаю не все я я не буду нет ладно я попробую дабыл флип дабыл в не флип дабыл и я что не флип они делал страшно ладно хорошо я попробую флип дип на нохэн слишком просто на чем не думаю и вот я думаю думаю мне на нужно съехать меня там аж зараза подталкивает ведущего ну ладно хорошо поехал и вот в эти 14 метров которые есть время подумать я думаю о том что какой же трюк не сделать я еду 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 и вот наверное уже когда вот я доехал до низа разгонки у меня остается буквально то наверно 20 метров там 15 метров до вылета я твердо решаю что не шагу надо я сделаю то что запланировал я буду делать кашел ты вы и вот и начался полет вот это было настолько я вот как сейчас помню эти ощущения когда кашерол это такой двухсотонный трюк то есть сначала точнее сам по себе кашел это двухсотонный трюк оставил бы получается трехсотонный то есть сначала нужно делать фронт так кинуть немного в бок что начал раскручивать потом как ты докручиваешь 180 нужно сделать флип делаю я первое движение вылетаю лечу понимаю что у меня все хорошо я идеально закрутился все прямо замечательно и в этот момент я все-таки твердо решать что в телевипу быть и вот он пошел и вот в этот момент я уже ничего не помню я даже сначала думал что у меня ноги слетели потом посмотрел на видео казалось что ничего у меня не слетело я сделал идеально этот момент когда я решился все таки что я его сделаю какой-то блэккал я прям выживанулся я лечу вот так я вижу что там вылет типа что где-то здесь приземление думаю здесь наверно пора я при чём стоял типа значит конечно да иди вообще по хаям по массе жертвы я не буду этого делать нет я не буду все я делал флип вип на ногами флип вип на ногами начинает съезжать я доезжаю до этой кочки ты знаешь какая задняя пожалуйста ты засняла я очень хочу сделать этот трюк еще раз чтобы запомнить запомнить каждую секунду каждое мгновение этого полета получилось круто я сделал радостно стою хожу типа я был настолько на эмоциях я сделал трюк который я никогда не получался это трюка по сути первые в россии не так много людей в принципе умеют это было круто реально я я прямо до сих пор в восторге от того что я просто даже не от трюка скорее от того что я решился я попробовал и я сделал и я прекрасно понимаю насколько вот этот вот опыт разносторонний вот именно двух подвесов совершенно недавно я катался на нем месяца полтора назад и как вот сейчас он мне смог помочь а раньше была сложность именно вот моменте вылетка на безумных ходах несешься на какой-то маленький узенький квадр и вот тебе нужно оттолкнулся куда-то вверх вот тут и наступал страх вот тут и наступала безысходность а вот сейчас это уже как-то сейчас гораздо комфортнее потому что я прыгал на двух подвесе вот и это реально это то к чему я пришел что это можно сказать заслуга рома вообще рома предложил покататься на двух подвесе и это помогло мне сделать трюк мечты я никогда даже не думаю что 28 годам своей жизни я буду делать такие вещи и сейчас сделав это я понимаю что это предел можно больше можно можно круче можно выше можно больше и по слухам даже скором времени появится бигерик учебный бигерик настоящий в обычной повседневной доступности то есть можно будет поехать покататься недалеко от москвы и верну спокойненько домой это кайф значит прорыв следующий у нас будет максимально насыщенный потому что все те же 40 20-40 дураков которые в этот раз пуляли трюки но многие не увезли смогут подготовиться и смогут удивить всю россию этим мясом кайф я прям рад это получается третий контест в этом году и на первом году с его на четвертом месте это симпл сейши на втором контесте я был на втором месте . россии третий контест первое замечательно двигать в нужную сторону потому что уже через полгода олимпиады и как говорят с весны начнутся кубки мира все будет возвращаться потихоньку в норму возможно без зрителей возможно в онлайн формате возможно они сделают так же как на рдс и будут продавать билеты на онлайн трансляцию но с другой стороны это тоже круто на этом все спасибо за просмотр и надеюсь вам понравились эти кадры вот это вот замечательное видео с прорыва который смонтировал дима и которые могли нам снять ребята осип гриша кристина которая стояла с камеры все снимала и питян с коптером да с этого видоса мы возвращаемся на на основной канал у нас было очень много времени потрачено на второй канал и это было стратегическое решение скажем так пока было пандемии снимать было сложно мы решили стать второй канал и скажем так потренироваться в моем скиле разговаривать на камеру в принципе снимать и так далее так далее дима ско монтировать это очень быстро и как видите у нас получается это видео записано за 25 минут и это рекорд это это как бы между прочим четвертый дубль но первые три естественно были в холостую это буквально я начинал и заканчивал поэтому у нас получилось добиться результата и сейчас у вас ждет гораздо больше интересных видосов мы будем выпускать каждую неделю если получится то два в неделю а если бывает все круто cho party как это такого как по четверто дубле четвертую дублю а если это будет круто то и все три видоса в неделю мы будем стараться и снимать как можно больше она в котором канале будет выходить более такая life история если у нас есть эту историю которую мы хотим рассказать вот прям просто лайвом на тебя не ту гублям то они тоже бы выходят на втором канале мы возвращаемся мы полны сил мы палн bapt и обновили даже аппаратуру на которой снимаем у нас все новое все будет красиво все будет круто и мы хотим набрать до олимпиады один миллион подписчиков на этом канале это прямо цель который мы будем идти мы сделаем все необходимое для этого и надеюсь вы нас поддержите спасибо за просмотр ссылочку на второй канал ссылочка на мой канал вы должны быть на них на оба подписаны и видео которое было на прошлой неделе вот здесь спасибо за просмотр всего вам доброго и увидимся уже в следующей серии пока а